Итак, дорогие друзья, ну что ж, мы продолжаем с вами утреннее шоу «Улыбайся» на НБТ, просыпайтесь вместе с нами. Я и ведущий Пазулджан Илимов. Но у меня в гостях замечательные гости. Их две. Прекрасавицы, я их так назову. Итак, я вас сейчас с ними познакомлю. Итак, у меня в гостях первая вица миссис Кыргызстана. Буквально в скорое время едет на мировой конкурс с красотой в Турции, в Анталии. Миссис Top of the World. Мария Вавилова. Доброе утро. Вместе с ней рядом сидит миссис Симпати конкурса «Красавица Кыргызстан-2015». Она также в конкурсе «Фест Топ Модел-2015» в Москве. Главная номинация «Русская красавица-2015». Буквально в скором времени едет на конкурс мисс Бикини-юниверс в Пекин Елена Рылова. 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 Доброе утро. Доброе утро. Ну как ваше настроение? Отлично. С утра. Как моделям вставать с утра? Не сложно? Мне кажется, всем сложно вставать с утра. Неважно, модель ты не модель, все мы люди. Ну давайте с вами побеседуем немножко. Давайте начнем с вас, Елена. Расскажите тот самый момент, когда вы поняли, что все-таки быть вам в модельном бизнесе на самом деле дивой. Когда вы поняли, что все-таки модельная карьера это ваша? Почти с рождения. Вот родились и пошла. Да, и сразу, и пошла. Не филировать. Ну нет, конечно, с возрастом, когда я стала взрослеть, начались все комплименты и сразу, когда знакомились, у меня спрашивали. Вы, наверное, модель, да, то есть со школьных еще ступеней. А ты же, Мария, а в вашем случае как? В моем случае я приняла участие в одном фотопроекте, на фотографию попала на выставку «Люки красоты», и оттуда пошли предложения. Почему бы и нет, потому что я продолжила. И так все и началось. Да. Так все и началось. А как долго вы в модельном бизнесе уже? Не так давно. Если честно, просто до этого я была занята учебой, посвящала всю себя только учебе. И поэтому в модельном бизнесе не так давно. Например, сколько в годах-то это сколько? Ну, пару. Пару лет. Я тоже недалеко. Я около трех лет. До этого я посвящала себя семье и детям. Ага. И вот немножко освободились и решили. Да. Вложить в модель. Да, решили. Ну, знаете, на самом деле это отрадно, что за короткий период времени вы достигли таких высот. Это говорит, мне кажется, о ваших талантах. Конечно. Ну, на самом деле стереотип такой, что кажется, ну, если модель, то, значит, красиво. Если много красоты, то, значит, мало ума. Мне кажется, что в вашем случае так нет, друзья. А, знаете, вот на самом деле стереотип, я спешу поломать стереотип. Если бы вы сейчас были на моем месте, вы бы поняли, что в этих дамах и красота, и ум все сбалансировано, и все на своих местах. Ну, что ж. А какие ощущения? Вот вы выходите дефилировать, да, вот, или конкурс какой-то. И вот скоро будет вас объявлять. И какое вот ощущение у участницы каких-то конкурсов красоты? Вот, прошу. Ну, конечно, в первую очередь волнение. Ну, как говорится, его нужно убрать, уверенность в обсгляде, в глазах, и летящей походкой, я вышла из мая, да? То есть, как всегда в основном. У вас как? Ну, да, каждый конкурс – это очень волнительно, и очень важна поддержка, поддержка близких людей. Это волнение нужно действительно убрать в сторону, думать. По конкурсе настроиться, настрой очень важен, настрой, позитивный настрой и поддержка. А кто вас поддерживает? Самые близкие, родные мои люди – это мои родители, мои дети. Вот пользуясь случаем, я очень хочу, мам, пап, я вас очень люблю. Спасибо вам большое за заботу, за поддержку, за терпение. Ева, Артур, целую вас, люблю. Спасибо огромное. Ева, Артур, мы вам тоже передаем, мы вас тоже любим. Мама, папа, мы вас тоже. А вас кто поддерживает? Есть же люди, которые подпитывают энергией. В первую очередь, это тоже мои самые любимые, самые золотые от родителя. Да, дай бог вам здоровья, тоже огромный привет передаю. Мои сестрам, моя семья в первую очередь, конечно. А также есть один главный человек, это мой директор, который, опять же, меня тоже во всем поддерживает. Мы с ней стали настолько близки, это Амина Юсурова. Ей тоже огромный привет, огромная благодарность за то, что она всегда верит в меня, всегда может дать совет, нужный, правильный совет, действительно, она как и старшая сестра. Ну, буквально вчера она у нас была в гостях, а я так чувствую, все компании прям получили. Я не могу сказать, не сказать про своего руководителя, но как так. Раскульна Мазбекова, генеральный директор компании Beauty Company Кыргызстан. Раскуля, большой привет вам. Я вас очень люблю, всем уважаю, спасибо вам большое. Вы очень хорошо поддерживаете, помогаете мне, спасибо вам огромное. Ну что ж, Раскуля, Амина, семья Елены Марии, мы вас благодарим за таких красавиц в нашей стране. Ну, а сейчас мы пройдемся на короткую паузу, после которой и продолжим нашу беседу. Дорогие друзья, вы имеете прекрасную возможность позвонить в студию, сдать вас интересующие вопросы нашим гостям. 90-31-21, звоните, общайтесь, но буквально скоро беседу мы продолжим. Дорогие друзья, ну что ж, мы продолжаем. Я напоминаю, что у меня в гостях сидят красавицы Кыргызстана, профессиональные модели. Ну что ж, вот вы готовитесь к конкурсам, да, вот, Мария, вы готовитесь к конкурсу в Турции. Нет, я в Пекине. Вы в Пекине, Мария, вы в Турции. Как проходит подготовка? Что именно готовят? Мы готовим, у нас будет несколько выходов. Выход в национальном платье обязательно. Представляем страну. Отлично. Выход в вечернем платье. Так. Конкурс талантов, я готовлю наш кыргызский танец, да. Ух ты. У Кыргызстан, это очень гордое, я считаю. И обязательно мы готовим видеоролик о себе и о стране. Хорошо, ладно, конкурс талантов, вы сейчас ходите на танцы, кыргызский. Да. А какой танец это будет? Караджурго. Да вы что? Ну, отлично. Нам нужно обязательно потом посмотреть ваше выступление. Мы надеемся, что у вас все получится. Это как в вашем случае. В моем случае была очень. У вас мисс бикини-юниверс в бикини. Да, 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 да. И из-за этого, конечно, помимо лица должна быть еще идеальная фигура. И у меня была для этого конкурса масштабная подготовка. Со мной занимался тренер на протяжении нескольких месяцев. Это было питание, опять же. Так. Вот. Фитнес. Фитнес, да. И по костюмам, в принципе, то же самое в плане программы. Ну, костюм здесь весит куда меньше, чем в классе, в принципе. Нет, костюм куда больше. Нет, там же не в бикини. А, ну, у нас также будет в народном костюме выход, в вечернем. И плюс добавочное в бикини, в общем-то. Да, в бикини будет фотосессия и выход, да. Ну, а правда говоря, что вот на дефиле в бикини, гости зрителей куда больше, чем... Конечно. Да? Конечно. Ну, есть. Ну, а какие у вас ощущения? Как? Вы уверены в своих силах? Да. Я на все 100%. Вы? Да, да. Очень важно. Поддержка. И я думаю, наш Кыргызстан, наш народ поддержит. И это чувствуется. А ваш конкурс буквально когда будет? Я завтра вылетаю. Завтра вылетаете и конкурс? Завтра вылетаю, да. Я буду там три недели. И потом можно... В интернете можно будет посмотреть ваше выступление. Конечно. Ваш конкурс? У меня вылет 13 ноября. Ага. Около недели будет длиться. Ну, ребят, девочки, я вам желаю удачи, успехов в вашем конкурсе. Я надеюсь, вы достойно представите нашу сторону. Ну, а мы за вас будем держать кулачки всей программы, всем каналам, со всеми нашими телезрителями. Вам успехов. Большое спасибо, что порадовали нас своим присутствием, своей красотой. В общем, друзья, вам хорошего продолжения дня и всего самого самого наилучшего. Вам большое спасибо. Ну, что ж, ну, а всем тем, кто поддерживает наших участниц, я говорю вам большое человеческое спасибо. Дорогие друзья, ну, а мы идем дальше. И сейчас интересная рубрика Handmade. Давайте же узнаем, что же можно сделать своими руками. Итак, смотрим.